Привет и слава Украине! Слава ЗСУ, смерть российским оккупантам! Вчера Министерство обороны Российской Федерации очень активно хвасталось, как они наносят удары по железнодорожным станциям. Мол, украинцы передислоцируют войска на опасные направления. Понятно, мы все и оккупанты, и мы готовимся к битве за Донбасс. И вот сегодня они нанесли удар Искандерам по ЖД вокзалу в Краматорске. То, что россияне нацисты, в этом, мне кажется, нет ни у кого сомнений. И мы этому находим подтверждение каждый день. Значит, в Краматорске минимум 30 погибших, сотни раненых. Сейчас почему-то Министерство обороны России говорит, что это все сделала Украина. И, кажется, где-то я это уже слышал. Такое же было в Буче, такое же они ерунду рассказывают и про Мариуполь. Значит, что дальше? Я вообще хочу поговорить сейчас о переговорах, которые ведутся. Да, война и переговоры. Так вот, в любом случае, многое, конечно, уже изменилось с начала войны. И самое главное, украинцы ненавидят россиян. И это праведная людь, абсолютно обоснованно. Свежий опрос. Большинство подавляющих граждан Украины считают, что отношения с Россией восстановить невозможно. Но, мне кажется, только одно. Да, я был прав, когда говорил много лет, что мы враги на сто лет. На сто лет. Поэтому, когда российские пропагандоны скулят по поводу, что-то там не так с ранеными российскими и пленными, скулить не надо. Просто приезжайте в Краматорск перед ударом российской ракеты. Подписывайтесь на канал. Меня зовут Роман Соболюк. Называем здесь вещи своими именами. Значит, что касается переговоров. Тут масса начала звучать новых заявлений. Подключились к этому процессу все. И в Кремле начали скулить. И самое интересное, даже Лукашенко тоже говорит, я тоже хочу на переговоры. Вот такая вот история. Тем временем Дмитрий Песков, голос Путина, начал размышлять на тему тяжелых, существенных потерь вооруженных сил России в Украине. Вы, падлы, еще не поняли. Это начало. Мы уничтожим всех российских захватчиков. Всех розовощеких и не только розовощеких мальчиков, которые сюда приехали в возрасте 18 лет плюс. Да, смирить российским оккупантам. Тут все ясно. Или они сдохнут, или превратят всю Украину в бучу. Я выбираю вариант номер один. Так вот, вчера Сергей Викторович Лавров. Нет. Вчера Сергей Викторович Риббентроп, он же Лавров, выступил с интересным заявлением. Нет. Он про борщ, как его подчиненная фрау Геббельс, в данном случае не говорил. Украинская сторона представила в переговорную группу свой проект соглашения, в котором налицо отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле 29 марта. Причем зафиксированных в документе, под которым стоит подпись главы украинской делегации Арахамия. Нас решили пожурить. Вот так вот. Но сам факт того, что эту тему начал комментировать лично Лавров, а не вот эти вот ублюдки типа Мединского и Слуцкого. Это говорит о том, что в Кремле понемножечку начинают соображать быстрее. Быстрее нехорошие люди соображают. Почему? Потому что российских солдат отстреливают. И вот здесь, когда люди, которые реально принимают решение, взялись за тему переговоров, это хорошо. Чтобы они соображали еще быстрее. Рецепт один. Убивать российских захватчиков. Напомню, в том стамбульском документе украинцы четко сформулировали, что будущие гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь. Во вчерашнем же проекте эта четкая констатация отсутствует. Вместо нее предлагаются размытые формулировки о некоем эффективном контроле, причем по состоянию на 23 февраля. Тут важно. Первое. Никогда не забывать, что российские представители Российского Рейха всегда врут. Что там было в этом документе, я не знаю. Это может быть проект, может быть не проект. Просто я знаю, что тут, когда переговорная команда ищет какие-то компромиссные решения, разное может обсуждаться. Но позиция президента проста. Он же сказал, что линия 23 февраля. Президент Украины об этом сказал. А он у нас главный в вопросах переговоров. Точка. Но еще раз, я знаю, что тут начнется сейчас в комментариях всякая там зрада, не зрада. Никакой зрады нет. Кроме того, фигурирует идея о том, чтобы проблемы Крыма и Донбасса были вынесены на встречу президентов России и Украины. Мы все помним, как президент Зеленский многократно заявлял, что такая встреча возможна исключительно после прекращения боевых действий. А нахера тогда встречаться с Путиным? Тем более, этот, дед войны, повелитель бункера, он же не выходит из своего убежища. Хотя, вот, вроде бы, пошел сказать прощай или до скорых встреч Владимиру Жириновскому. Там этого первого лидера гонки на лафетов сегодня должны прикопать. Наверняка на следующем этапе украинская сторона попросит вывести войска и будет нагромождать все новые и новые предварительные условия. Этот замысел понятен и он неприемлем. Что? Вывод войск неприемлем? Ничего себе. Я хочу вам сказать, что сейчас у украинского руководства, и это видно в заявлениях ближайшей команды президента, есть четкое понимание, что остановка боевых действий сейчас, это приведет к тому, что орки там останутся надолго. А если мы остановим боевые действия, нам будет сложно их убивать. Поэтому вот так. А время играет на нас. Россиян обкладывают санкциями. И чтобы они там не говорили, что Искандеры санкций не боятся, это не так. И самое главное, идет новое оружие. Идет. Идет и идет. Просто об этом не сообщают. Так публично сказали, 20 австралийских БТР привезли. Мелочь, но приятно. Но основные поставки, они не анонсируются. Хотел бы также напомнить, что после Стамбула, в ответ на ростки реализма в украинской позиции, наши вооруженные силы провели деэскалацию на киевско-черниговском направлении в качестве жеста доброй воли и стимулирование движения к договоренностям. В ответ провокации в Буче, который тут же воспользовался Запад для объявления новой порции санкций, а также зверства по отношению к российским военнопленным со стороны украинских неонацистов. Если где-то и есть неонацисты, то вот одного вы только что видели. Это, да, Сергей Викторович Ребентроп, он же Лавров. Это лидер неонацистов. По поводу пленных и раненых россиян. А вы думали, как? Вы будете уничтожать, как говорят, военный мирняк, нанося удары по гражданской инфраструктуре, а ваших мальчиков здесь будут жалеть? Ничего подобного. Если что, я за Женевскую конвенцию. Конечно же, за Женевскую конвенцию. Но если вы, падлы, приехали сюда убивать, то будьте готовы сдохнуть сами. Кстати, по поводу деэскалации на киевском и черниговском направлении, то, что говорит Лавров. Они ушли оттуда почему? Потому что получили люлей. Это все прекрасно понимают. Из Сумской области они тоже ушли. И, вы знаете, это так забавно, когда вот этот фашистский агитпроп нацистской России, он критикует даже Путина за то, что... Вот Песков сказал, что решение о выходе российской группировки с севера Украины принято Путиным. Вот. Это теперь чуть ли у них там, я не знаю, не зрада. А что эти падлы оставили? Сожженные города? Еще один принципиальный момент. В документе, под которым стоит подпись Арахамия, прямо сказано, что в контексте нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса Украины любые военные учения с участием иностранных контингентов проводятся только с согласия всех государств-гарантов, включая Россию. Россия является гарантом исключительно смерти. Смерти и войны. И если когда-то будет этот документ лежать на столе перед подписью, я надеюсь, что вот эта вот формулировка будет зафиксирована. Россия гарант смерти и войны. И я сразу сказал, после этих стамбульских переговоров, что Россия может быть подписантом документа, но она не может быть гарантом. Во-первых, у нас это уже было. Во-вторых, что-то за гарант безопасности Украины, который наносит неизбирательные авиационные удары по гражданской инфраструктуре и сжигает города. Что-то тут не так. Но что больше всего бесит Лаврова? Потому что, опять же, я сказал, раз мы нейтральное государство, значит, мы свою военную систему строим таким образом, как мы хотим. Без оглядки на кого-то. Мы же не член какого-то военного блока. А что говорит Риббентроп? Однако, в поступившем вчера проекте договора, это недвусмысленное положение тоже заменено. Теперь речь идет уже о возможности проводить учения с согласием большинства государств-гарантов без всякого упоминания России. Время играет на нас. Еще раз, мы их всех убьем. Тут никаких сомнений быть не должно. Всех российских оккупантов. И я абсолютно убежден, что, как минимум, украинское общество не примет соглашение, где мы свою военную деятельность должны будем согласовать с российскими оккупантами. Поэтому, если это так, как говорит Лавров, а Лавров всегда врет, то это хорошо. Это говорит о реалистичности позиций. Подобная недоговороспособность в очередной раз характеризует истинные замыслы Киева, его линию на затягивание и даже подрыв переговоров через отход от достигаемых пониманий. Видим в этом проявление того факта, что киевский режим контролируется Вашингтоном и его союзниками, которые толкают президента Зеленского на продолжение боевых действий. Я российским представителям много лет говорил, что Украина не капитулирует никогда. И когда Риббентроп говорит о том, что США толкают Украину на продолжение боевых действий. Ребят, вы там совсем кретины? Может быть, радиацию рассыпал кто-то в кремлевских кабинетах. Россия наступает на украинской территории, а Вашингтон толкает на продолжение боевых действий. Несмотря на все провокации, российская делегация продолжит переговорный процесс, продвигая наш проект соглашения, в котором четко и в полном объеме изложены все наши изначальные ключевые позиции и требования. И после этих слов россияне нанесли удар по жидовокзалу в Краматорске. Десятки убитых, количество будет расти, это понятно, там, где сотни раненых после ракетного удара. Многие умрут. Но что тут важно? Тут же засуетились падлы. Причем падлы не только в Москве, но и в Минске. При этом я хочу вот просто впервые вам обозначить на сегодняшний день нашу позицию, которая доведена до министра иностранных дел и поручено МИДу ее реализовать. Не может быть переговоров без участия Беларуси. А вы кто такие? Вы странопредатель. Да, да, белорусское государство, да, предатели. Именно так. Белорусский народ? Нет. Белорусский народ нам не враг. По крайней мере пока. И вот тут этот человек, который называет себя президентом, на переговоры собрался. И у него есть свое обоснование. Коль вы нас ввязали в это, прежде всего западные страны, там на этих переговорах, естественно, должна прозвучать позиция Беларуси. Да, возможно, на кретинов, которые это слушают и не имеют альтернативной информации, хотя она есть везде, это действует, что страны Запада ввязали Беларусь в войну. Да, да, Беларусь – это страна-агрессор, потому что с вашей территории летят ракеты в наши города. Только вот вопрос. Думаем, 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 белорусы, думаем. Ракеты с вашей территории, самолеты взлетают российские, а в войну вас ввязал Запад. Что-то, мне кажется, здесь рука-лицо, да. Мы исходим не из того, что нас в одну корзину погрузили с Россией. Нет, мы исходим из того, что это война за забором нашей страны. Что-то начал догадываться Лукашенко в одну корзину. В одну корзину нацистских государств. Это правда. А вы участник боевых действий против нас. И если ты, падла, апеллируешь к забору, то это ты дал разрешение россиянам оккупировать твою территорию для ведения боевых действий. Именно из-за Лукашенко произошла трагедия в Буче. Потому что они заходили именно по кратчайшему расстоянию. Зашли бы они с территории России, да хер бы они дошли бы до Бучи. Это ты, Лукашенко, в этом виноват. Ты. И она серьезнейшим образом влияет на ситуацию в Беларуси. Поэтому никаких сепаратных за спиной Беларуси договоренностей быть не может. И я абсолютно убежден и знаю, что Россия такую позицию понимает. Александр Григорьевич, да Путин болт на тебя ложил. Ты же уже использованный этот резиновый, резиновое изделие. В части войны и мира вы уже все сделали. Практически все. Да, белорусские войска пока не зашли в Украину. И правильно сделали. Больше белорусских парней останется живыми. Потому что я вам говорил, если решение будет принято, то их просто здесь будут рвать. А потом будете рассказывать на тему жестокого обращения. Отлично. Приехать в другую страну убивать и говорить, вы слишком к нам жестоки. Но насчет сепаратных переговоров без Беларуси. До побачения. Наши белорусские соседи. Страна предатель. И в этом нет ничего плохого нет. Но это будет противоречить замыслу Запада. Но это не значит, что мы должны танцевать под дудку Запада. А пляшете вы под дудку Кремля. И радуетесь по этому поводу. Но хорошо смеется тот, кто смеется последним. Я хочу сказать, что в рамках этих размышлений «Переговоры», «Мир», «Прекращение войны» много людей начинают думать о восстановлении экономики. Это хорошо. И среди них Лукашенко в том числе. И это плохо. Просто обратите внимание. Какие же кретины. Если еще хоть немного разума осталось у руководства Украины, если хоть одна капля, они должны понимать, что после войны начнется период возрождения, восстановления, и если они думают, что просто так, вот-вот бескорыстно придут западные государства и Украину восстановят, ничего подобного. Они, если и будут строить и восстанавливать какой-то завод в Украине, это будет не украинского народа завод. Это будет завод той страны, которая будет восстанавливать. Таким образом, жесточайшая опасность в том, что в Украине вообще ничего не останется украинского. Даже олигархического. Все это будет подмято олигархами Соединенных Штатов Америки и крупных стран Европейского Союза. Конечно, после войны сюда зайдут западные инвесторы, будет очень много денег западных. И это правда. Только вот вопрос у меня возникает. Это не нас пугает чем? То есть лучше, чтобы инфраструктура была разбомбленная российскими бомбами и самолетами, стартовавшие из Беларуси, и оставалась в таком же положении. А мы должны бояться западный капитал. Запада мы должны бояться. Интересные у них подходы. Поэтому еще раз. Смерть российским оккупантам. За белорусами, которые разрешили использовать свою территорию для атак на нас, мы обязательно придем. Но и никогда не забывайте, что Украина была, есть и будет. А тот, кто против, будут уничтожены. Слава Украине! Слава ЗСУ!